Всем привет! В данном ролике речь пойдет о фитнес-браслете Mi Smart Band 6. Расскажу о данном браслете несколько удобных настроек, которыми я пользуюсь. И давайте начнем. Пользуюсь браслетом уже около полугода. До этого был Mi Band 5. И хочу сказать вам, что Mi Band 6 это самый неавтономный браслет из всей линейки Mi Band. Автономность данного браслета примерно укладывается в дни 10, плюс-минус пару дней. Все зависит от частоты уведомлений, которые вам приходят на устройство. В зарядке браслета используются магниты. Провод, который идет в комплекте, крепко магнитится к капсуле браслета. Точно так же, как это было в пятой версии браслета. Довольно удобно. Время зарядки браслета, если честно, я даже не засекал. Но показалось, что довольно быстро заряжается браслет. Возможно, около часа, либо же чуть больше часа. Еще один момент про сменные ремешки. И в шестой версии браслета появились два таких выступа на корпусе устройства. Которые не дают крутиться устройству внутри браслета. Но если вы переходите с Mi Band 5 и у вас куча браслетов, то они также подойдут на шестую версию браслета. Хоть и говорили то, что они не подходят. Но вроде как, практика показала то, что они подходят и сидят довольно-таки уверенно. Как это было раньше на браслетах третьей и четвертой версии. Что же браслет умеет измерять? Да, наверное, все только давление и сахар в крови не научился измерять. А именно, пульс, кислород в крови, стресс, сон, шаг. Короче говоря, полный контроль над вами. Также статистику сна, шагов и всего остального можно посмотреть на экране смартфона, приложении Mi Fit, либо же на самом браслете. Экран стал явно больше и края закруглили по контуру корпуса браслета. Снизу мы можем наблюдать больше отступ от края устройства, чем сверху. Но особо это не бросается в глаза, если стоят у нас родные watch face, либо же экраны, то как их называют. Но как только мы ставим какой-то экран, заполняющий полностью весь экран, и мы сразу видим этот большой отступ. Но если честно, то вообще не критично. Экран достаточно яркий в помещении, и на улице яркости за глаза хватает. На солнце информацию прочитать вполне можно с комфортом. Повреждения на экране особо не заметил за все время использования. Хотя я и бережно использую все гаджеты, но иногда тоже забываю снять браслет, когда, например, начинаю ковыряться под капотом. И вспоминаю о нем, когда уже ударюсь, либо же шерпнусь браслетом об что-нибудь под капотом. Но тфу-тфу-тфу, вроде серьезных повреждений на экране нет, даже мелких царапин не видно. Так что все зависит от случая и от угла нанесения повреждений, и все в этом духе. Интерфейс самого браслета стал немного приятнее глазу в сравнении с пятой версией, а именно, это более крупные значки, и добавлена все-таки какая-никакая анимация скроллинг значков в меню. Что делает немного приятнее в использовании самого браслета. Пробуждать браслет можно либо касанием по экрану, а также можно настроить свайп вверх, либо же движением поднятия руки вверх, как и во всех предыдущих версиях браслета. В пункте настройки мы можем наблюдать следующее. Дисплей, выбор экранов по умолчанию в устройстве установлено 3. И еще куча в магазине Mi Fit, а еще больше в плей-маркете, так что на любой вкус и цвет. Также можем включить режим не беспокоить на разный отрезок времени. Регулировка яркости экрана также присутствует. У меня стоит максимум и настроен на ночной режим в определенное время. Подсветка становится низкой, чтобы не слепить в вечернее время. Довольно полезная штука. Экран блокировки можно включить, чтобы избежать ложных нажатий и каких-то нежелательных действий в браслете. Активацию браслета, как я и говорил, настроить можно двумя способами. Нажатием и свайпом вверх. Также можно настроить время отключения экрана, максимальное время горения экрана 10 секунд. Также настроить активацию экрана можно по часам. То есть поднимая руку, экран будет включаться в тот отрезок времени, который вы зададите через приложение Mi Fit. Перезагрузка устройства, сброс настроек и проверка версии прошивки на браслете. У меня на данный момент самое последнее 1.05.24 на начало ноября 2021 года. Тренировки поддержатся данным браслетом просто куча, около 30. Любой найдет то, что ему нужно. Также я настроил специально для себя, вывел те тренировки, которые мне нужны и остальные убрал из списка. Как это делать, тоже покажу. Ну давайте перейдем к уведомлениям. Уведомления с различных мессенджеров, а также уведомления звонков и смс. С последним обновлением добавили быстрый ответ с браслетом. Если вам поступил звонок и вам неудобно разговаривать, то с браслетом можно отправить готовые варианты смс. Как быстрый ответ. Например, я вам перезвоню и все в этом духе. Также можно добавить свои варианты через приложение Mi Fit. Сделали бы ее еще для мессенджеров, было бы вообще отлично. Как включить данные быстрые ответы смс. Заходим в Mi Fit, выбираем свой браслет, заходим в пункт уведомления, входящие вызовы и видим пункт автоматический ответ смс. Включаем его и ниже видим пункт управления ответами. То есть, тут мы можем добавить или же изменить имеющиеся готовые ответы для быстрой отправки с браслета. После всех действий при звонке у вас будет на браслете стрелочка, на которую нажимаем и выбираем один из ответов смс. И все отправляем абоненту. Вот такая вот удобная штука, думаю кому-то пригодится. Уведомления с приложения приходят вполне отлично, без сбоев, сопровождаются вибрации. Тут с этим все прекрасно. Чтобы добавить новое приложение, с которого хотим получать уведомления, заходим в приложение Mi Fit, жмем на браслет, уведомления и напоминания. В этом разделе мы можем настроить все уведомления, звонков, смс и приложений. Нажимаем на строчку уведомления и добавляем любое приложение, с которого хотим получать уведомления на браслет. Также с браслета можем управлять музыкой. Кнопки стали крупнее, а это значит управлять музыкой стало проще в сравнении с пятой версией. Теперь музыка доступна во время тренировок. Свайпом в сторону и вуаля у нас доступна музыка. Удобно, молодцы, за это плюсик. Еще один полезный момент в браслете появился, это настройка будильника прямо с браслета. Вот это точно не хватало, наверное, не только мне, но и многим. То есть мы можем его и настроить, и включить, и также снять галочку, поставить на любой день. То есть это очень удобно. И чуть не забуду сказать про фонарик, который завезли сюда с последними обновлениями. И спрятали его в раздел прочее. Так что если вы обладатель данного браслета и очень хотели функцию фонарика на браслете, то вуаля, она тут появилась. Данную функцию я видел на браслете Honor Band 6 и ничего бы не сделали бы на Mi Band 6. И они, видимо, меня услышали. Так что фонарик появился и действительно иногда он выручает. Да мы в полной темноте врубаем фонарик и действительно что-то можно увидеть и найти. Ну а теперь давайте я расскажу, как все убрать лишнее и оставить нужное в меню. А также как добавить быстрый доступ к некоторым пунктам меню по свайпу влево или вправо. Для этого нам нужно зайти в приложение Mi Fit. Внизу кнопка профиль. И сверху нажимаем на наш браслет. Настройки. И видим настройки отображения. Это и есть основное меню. Икона, которая пролистывается по кругу на браслете. Также видим пункт еще на браслете. Он отображается как дополнительно. И теперь тут мы можем все на свой вкус настроить. Либо же убрать все нафиг. Оставить пару нужных функций. Либо же отредактировать порядок и так далее. Идем дальше. Жмем назад и видим параметры ярлыков. Заходим туда. И это как раз те приложения, которые будут слева или справа от главного циферблата у вас. И тут все точно так же настраиваем, как в предыдущем меню. Добавляем все, что нужно для быстрого доступа к функциям. И все. Браслет станет более удобен в использовании, когда у вас подругой все, что нужно и нет ничего лишнего. Также тут можно убрать лишние тренировки, которые вам не нужны. Принцип тот же. Так что делаем браслет более удобным в использовании и пользуемся с удовольствием. Влагозащита конечно же имеется. Мыться, купаться, плавать и прочие движения с данным браслетом делать можно. Можете за это не беспокоиться. Ну и стоит ли менять свой Mi Band 5 на 6? Я вам так скажу. Если вас устраивает функционал пятерки, то смысла не вижу. А если вы хотите что-то посвежее в плане визуального контакта, все-таки больше экран у него и удобные какие-то действия в данном браслете. Либо же вы просто фанат, то меняйте конечно. Ну либо же уже ждите седьмой версии, так как осталось скорее всего ждать немного. Ну и хотя уже шестерка тоже довольно-таки подешевела, можно брать смело и пользоваться им. Ну это у меня все. Подписываемся, оцениваем видео. Всем счастья, удачи. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok